Великой Новгороде 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 Наверное, вторым-третьим в стране по численности, и нас более двух миллионов. Это само о себе говорит. Пандемия, она показала действенность медицинских работников. То есть, что мы были, есть и остаемся таким деятельным звеном общества. Абсолютно точно. Определены 15 лауреатов всероссийского конкурса «Лучшие учители родного языка и родной литературы». В 19-й гимназии в торжественной обстановке подвели итоги первого тура конкурса «Учитель-профессионал», который состоял из методической мастерской и открытого урока. Жюри объявило имена 15 лучших учителей, которые теперь допущены ко второму очному туру «Учитель-наставник». В списке лауреатов и учителя базинского языка и родной литературы Ида Дахчукова, представляющая нашу республику. Со словами благодарности и наилучшими пожеланиями к участникам конкурса обратилась министр образования и науки Карачаева-Черкесии Инна Кравченко. Мы постарались создать для вас, уважаемые участники конкурса, наши гости, самые лучшие комфортные условия, чтобы вы не только работали, делились своими профессиональными практиками, приобретали опыт, находили новых наставников и друзей, но и познакомились с достопримечательностями нашей республики, с ее бытом, культурой, историей, народами, которые населяют нашу прекрасную республику. В год педагога и наставника, уважаемые коллеги, я хочу пожелать каждому из вас творческого вдохновения, новых профессиональных побед и достижений, благодарных учеников и родителей. И не важно, кто победит в этом конкурсе, для нас вы все победители и все волшебники. В Центре молодежного и инновационного творчества прошел семернар для предпринимателей из Карачаева-Черкесии, а также для всех, кто имеет отношение к объектам интеллектуальной собственности. Организатором мероприятия выступили Роспатент и Региональное министерство экономического развития, для чего необходимо регистрировать товарный знак, товарные указания и место происхождения товара, как предприниматели-производители товаров с помощью этого смогут защитить себя и свой бизнес от недобросовестной конкуренции. Знание этих нюансов позволит собственникам не только обезопасить себя, но и повысить уровень своего дохода. Ваш регион действительно богат разными товарами. Это и блюда национальной кухни, это и изделия народно-художественных промыслов, это и сельскохозяйственная продукция, которая растет в вашем регионе. Вот все это является потенциальными региональными брендами вашего региона. И сегодня мы расскажем, как их зарегистрировать, как правильно подать заявку, насколько это стоит, сколько это занимает времени. Атрибутом любого успешного и динамично развивающегося бизнеса является его бренд. И как раз-таки на сегодняшний день существует уже большое объемное законодательство по регистрацию интеллектуальной собственности. И нам необходимо уже вступать на эту тропу и уже понимать, каким образом нужно обезопасивать себя и свой бизнес, регистрируя права интеллектуальной собственности на свой бренд. Профилактические мероприятия с учащимися образовательных учреждений Карачаева-Черкесии автоинспекторы республики проводят регулярно. В школах Зеленчукского района полицейские и частые гости. Вот и теперь они посетили одну из организаций, чтобы принять младших школьников в состав юных инспекторов движения. Подробности в сюжете Артура Мхце. В актовом зале одной из школ станицы Зеленчукской проходит традиционная лекция о необходимости соблюдения правил безопасности вблизи проезжей части. Почти все места заняты учениками начальных классов, которые в большинстве своем хорошо знают теорию. О чем представитель межмуниципального отдела МВД Зеленчукский Елена Иваниди еще раз убеждается, когда юные зрители, перебивая друг друга, дают верные ответы. После того, как все задачи викторины решены, наступает время торжественной церемонии принятия пополнения в состав юных инспекторов движения. Ребята с радостью получают награды за знания от старших школьников. За каждым дошкольным и общеобразовательным учреждением на территории Зеленчукского и Урупского районов у нас закреплены сотрудники госавтоинспекции, которые на постоянной основе с детками проводят разные профилактические беседы, где они могут проходить как в игровой, как в викторины, также лекции, в которых участвуют педагоги, также родители, где деткам в игровой форме доводится соблюдение правил безопасности дорожного движения при переходе проезжей части. Теория – ничто без наглядных примеров. Такими можно считать в том числе занятия в точке роста. У школьников есть возможность не только прочитать интересующие нюансы правил, но и усвоить их с помощью видеороликов. Думается, подобный формат уроков по безопасности дорожного движения учащимся куда ближе и интереснее, чем лекции. Впрочем, каждое правило должно подкрепляться не только красивыми картинками, но и знаниями, которые потом необходимо применять на практике. В качестве наставников к малышам периодически приходят старшие ученики из класса волонтёров. Мой отряд 9-й Б-класс является волонтёрами отряда «Не дня без доброго дела». Мы также представляем отряд ЮЭД, который проводит пяти минутки с детьми начальной школы. Для этого мы делаем макеты пешеходного перехода, где дети учатся правильно переходить, помогают им, говорят о правилах, о знаках дорожного движения. Такие занятия в школе очень нужны, потому что многие дети не знают, как правильно переходить дорогу, как вообще вести себя на дороге, чтобы быть в безопасности. Поэтому мы проводим такие уроки. И для нас, для старших классов, тоже сотрудники ГБДД приходят и тоже рассказывают правила дорожного движения. В последнее время несчастных случаев, к сожалению, увеличивается, потому что многие дети не знают о правилах движения, не знают о том, как вести себя на дороге правильно. Поэтому рассказывать им об этом – это нужно, и я считаю, что это обязательно, тем более для детей начальных классов. Разумеется, большое внимание стражи порядка стараются уделять закреплению полученной школьниками информации. Ученики правильно переходят дорогу, не создавая аварийной ситуации. Рисуют информационные таблички, которые, возможно, кому-то спасут жизнь. Кроме того, ребята в сопровождении автоинспекторов раздают водителям памятки. «Водитель, не спеши, пешехода пропусти». «Водитель, не уступи дорогу пешеходу, соблюдай правила дорожного движения». «Поюсь, спасибо, спасибо». Такие мероприятия давно стали привычными для автомобилистов, а потому они воспринимают юных инспекторов с улыбкой на лице и благодарят их за напоминание о необходимости соблюдения элементарных правил безопасного поведения на дороге. Артур Мухцемухаммед Ташибоков, Вести, Карачаево-Черкесия, Зеленчукский район. Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с сотрудниками муниципального отдела МВД Карачаевский выявили факт фиктивной постановки на учет иностранных граждан. Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской республике совместно с самым МВД Карачаевский был выявлен факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания иностранных граждан. Так, 58-летний житель республики незаконно поставил миграционный учет в своем нововладении трех приезжих иностранных граждан, при этом фактически не предоставлял им жилые помещения. Таким образом, действия у данного гражданина усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК России, эффективная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. По данному факту ММВД Горочаевской в отношении указанного лица возбуждено уголовное дело. В настоящее время производятся следственные действия. Пограничное управление напоминает жителям и гостям региона о том, что за нарушение миграционного законодательства предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Черкесску провели для учащихся среднеобщеобразовательной школы села Привольное день открытых дверей. Стражи правопорядка рассказали детям о деятельности войск Национальной гвардии, об истории создания вневедомственной охраны, о сотрудниках подразделения, погибших в ходе выполнения служебных обязанностей, их героизме и мужестве. Росгвардейцы также продемонстрировали ребятам специальные средства защиты, снаряжения, находящиеся на вооружении вневедомственной охраны. В Архызе прошел всероссийский форум «Мой бизнес-старт». Мероприятие проводится уже в третий раз. На одной площадке встретились представители бизнес-сообщества и органов госвласти со всей России. Почему местом проведения форума определили Архыз, и какой вопрос стал самым актуальным в диалоге между властью и бизнесом? Смотрите в специальном репортаже Альбины Ламковой. А наш выпуск завершен. Хорошего вам настроения и всего доброго.